МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане отметили День памяти жертв политических репрессий. С каждым годом растет уважение к государственным символам нашей страны. Повышается их узнаваемость в мире. На прошлой неделе страна отметила День государственных символов. Новое приложение для анонимных секретов добралось и до казахстанских пользователей. Прошедшая неделя стала неделей приложения Секрет в Казахстане. Казахстан 31 мая в Казахстане отметили День памяти жертв политических репрессий. В 20 веке жесткая политика Советского Союза унесла жизни миллионов людей. Репрессии затронули многих граждан. Массовая индустриализация и коллективизация, политика Малого Октября. Большевика Голощокина принесла трагедию и лишение многим народам, в том числе и в Казахстан. В результате изъятия скота у населения наступили годы массового голода и погибло более полутора миллионов человек. Более 600 тысяч казахов покинули пределы страны. Такая политика приводила к вооруженным выступлениям, которые жестоко подавлялись. Коллективизация оказалась жестоким экспериментом. Она разрушила вековой уклад жизни Аула. Были подорваны тысячелетние устои кочевой цивилизации на нашей земле. Все это привело к страданию миллионов людей. Голод и его ужасные последствия стали крупной гуманитарной катастрофой советского периода, сказал президент Мурсултан Назарбаев. Позже советская власть начала зачистку среди казахской интеллигенции, среди которых выдающиеся деятели движения Аллаш-Урда, выступавшие за национальную независимость в годы гражданской войны, также были репрессированы. Было расстреляно 25 тысяч человек. В советское время в Казахстане действовал крупный исправительно-трудовой лагерь Карлак, в котором побывало более миллиона человек. В республике функционировал Акмолинский лагерь жен изменников родины, предназначенный для жен осужденных за политические преступления. Участники демонстрации в декабре 1986 года в Казахстане приравнены к жертвам политических репрессий. Число задержанных и подвергшихся различным репрессиям превысило 8,5 тысяч человек. В 1993 году в Казахстане принят закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий. Толк нашего поколения не допустить повторения трагедии народа. Пользователи социальных сетей почтили память жертв. Абай Каз. Сегодня день памяти граждан, подвергшимся политическим репрессиям. Сердце того, кто не знает свою историю, едва ли способно забиться при слове Родины. Уркен Кенжибек. Жизнь и деятельность алошардинцев как пример. Их труд как наследие, а гибель как назидание. Добиться того же уважения, как и у них, обязательно. Продолжить их миссию – наш долг. Уркен Кенжибек. Голодомор в Казахстане – гибель алошардинцев. Пусть успокоится душа наших дедушек и бабушек, отдавших ради нас свои жизни в годы Голодомора и репрессий. Помним. Еще в 19 веке французский художник Клод Манэ написал работу, на которой изображена улица, украшена французским триколором. Во многих странах граждане вывешивают флаги из патриотических чувств. К тому же это очень красиво. В Казахстане такая практика еще не является распространенной. Более того, можно привести примеры, когда у нас за использование флага именно в патриотических целях отдельным гражданам выписывали крупные штрафы. Как в такой ситуации можно ожидать того, что люди украсят голубым полотнищем свои дома? Однако все меняется. 4 июня у нас отмечали День государственных символов, и в сети появилась фотография, показывающая дом в Талдыкургане, украшенный нашим красивым флагом. Сетевые комментаторы были в восторге. 4 июня 1992 года были впервые утверждены новые государственные символы независимого Казахстана. Этот день навсегда останется в истории страны, как день рождения новой государственной символики. В этот день пользователи соцсетей поздравляли своих читателей с праздником. Веркин Кенжибек. Дожить бы всем до дня, когда символы независимости будут почитать, как в Турции. Давайте желать, чтобы в мире наш флаг запомнили, как звездополосатый флаг США. Тимур Бектор. Поздравляю всех с праздником, Днем символов Республики Казахстан. Пусть наш гимн звучит только в радости, а флаг возвышается только в победах. Эйра Астана. Пусть флаг нашей независимой страны возвышается. Пусть уважение к нему будет расти. С Днем государственных символов. Неделя секретов и сплетен прошла в Казнете. Приложение для анонимных секретов появилось в США в начале этого года. В нем сотрудники известных во всем мире технологических компаний публикуют слухи и инсайды, которые довольно часто оказываются правдой. За свою короткую историю приложение Секрет успело привлечь 10 миллионов инвестиций. Пользователи после регистрации получают доступ к секретам, которыми делятся люди из списка контактов, но не может знать достоверно, кто именно пишет. Приложение всем гарантирует полную анонимность. За неделю стали очевидны особенности наших анонимных сплетников. В отличие от зарубежных, наши пользователи больше обсуждали не слухи о грядущих назначениях в компании, или собственные переживания, а писали негативные отзывы в адрес других сетевых пользователей или своих коллег. В итоге интерес к приложению в Казнете стал постепенно угасать. К тому же позже юристы рассказали, что за публикацией информации в приложении пользователей могут привлечь к гражданско-правовой, административной и даже к уголовной ответственности. Юрист Михаил Кленчин на сайте Tengri News.kz прокомментировал это так. В случае опубликования сведений, порочащих честь и достоинство, могут возникнуть основания для наступления к гражданско-правовой ответственности. Если пользователь занимается пропагандой наркотических средств, то он может быть привлечен к административной ответственности. Ну а в случае, если, к примеру, лицо публикует заведомо ложную информацию, которая создает опасность нарушения общественного порядка или причинения кому-либо вреда, то ему будет грозить уголовная ответственность. Марат Шакен, помню в самом начале пика установил секрет. Через пару дней принял решение удалить. Уже очень много там грязи и необосовленных обвинений. Синемаголик, а про меня в секрет никто не пишет. Обидно, да? Нурмухамед Ибраев, не прошло и недели, а мне уже наскучил наш секрет. Баглан, установил секрет, удивился тому, что пишут люди из моего контакт-листа. Удалил секрет. Баглан, единственный интересный вопрос из секрета был. Есть кто из Жигуды? Там всего 2000 человек живет. Люди, как там в секрете ригица? Хочу про себя прочитать гадости, поржать. Александр Цой, а я один не знаю и не хочу знать, что такое секрет. Йоси Мити, оскорбление в соцсетях 500 МРП, распространение слухов 3 года, для всего остального есть личный блокнотик. Вячеслав Абрамов, как вы думаете, сколько времени понадобится на то, чтобы вскрыть данные пользователей в секрете? Неделя, месяц, полгода. Так прошла еще одна неделя в Казнете, друзья. На этом все. В конце передачи пятерка интересных твитов за прошлые 7 дней. До скорой встречи. Казнету 20 лет. Еремек Алпысов. В Толдук-Ргане родился 160-ти тысячный житель города. Вручу сертификат маме маленькой Алтунай. Поздравляю. Капаров говорит, что казахстанцы сами научатся складывать мусор по трем урнам. Правда, пока даже в одну не все научились. Бахчан Бухарбаев. Читаю книгу Баужана Мамушулы «Наша семья». Прекрасная находка для будущих родителей. Лоскутов Артем. Все кондукторы пессимисты. Для них маршрутка всегда наполовину пуста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова